Ротовое дыхание опасно для здоровья. Вы когда-нибудь задумывались о том, что ротовое дыхание неизбежно провоцирует сужение челюсти, а значит, точно приведет к скучности зубов? Из ротового дыхания у данного пациента достаточно сильное сужение верхней челюсти. Если мы посмотрим, то все боковые зубки имеют очень сильно выраженный внутренний наклон. Также у нас есть несмыкание в переднем отделе, то есть зубы в верхней нижней челюсти совсем не контактируют друг с другом. И большой дефицит места для произведения боковых зубов. Они производятся вторым рядом, и места им совсем не хватает. Из-за того, что верхняя челюсть недостаточно разбита, она мешает росту и развитию нижней челюсти. Если мы посмотрим на профиль лица, мы тоже увидим, что нижний и третий подбородок имеют немножечко более заднее положение. В данном случае первым этапом лечения у нас было расширение челюсти на аппарате Маркроса, либо аппарате ХАС. С результатом ношения аппарата было увеличение места для постоянных зубов и расширение челюсти. Однако из-за того, что сужение было изначально слишком большое, не всем зубам хватило места, и двойкам по-прежнему в зубном ряду немного тесновато. Через год приступили ко второму этапу раннего лечения и установили частичную брейк-систему на верхнюю челюсть и на нижнюю челюсть. Через год ребенок обрел правильный прикус, и зубы заняли свое новое правильное положение. Также в результате лечения мы достигли смыкания и в переднем отделе. И как вы можете видеть, теперь зубы в верхней нижней челюсти смыкаются. И черты лица стали более гармоничными.